На составление общего плана строения в конечностях любого четвероного позвоночника в латыни название группы звучит тетрополе общий план строения выглядит следующим образом три отдела, при этом последний третий всегда раскидно три полотдела наглядаю название если передняя конечность, первый отдел плеча первый сустав плечевой сустав, второй сустав локтевой сустав второй отдел предплечья ограничен локтевым суставом, лучше запястьевым суставом кисть из трех подотделок первый подотдел кисти из двух ярусных, двух этажей, коротких костей называется запястье второй подотдел пястье и подотдел пальца значит это задняя конечность первый отдел бедро первый сустав дозабедренный второй сустав коленный второй отдел голень от колена до коленостопа так третий отдел стопа организован ровно так и шапкист название в стопе первый подотдел предплюсна второй подотдел плюсна третий подотдел пальца общий план такой ну а теперь в первой половине лекции посмотрим как может этот общий план меняться что с ним бывает а что с ним не бывает никогда так то есть общая закономерность возможности изменения архетипа во второй половинке уже посмотрим первую группу специализации сегодня мы с вами посмотрим бегунов и прокунов как будут устроены лопаты у того зверя который в эволюции своей делает стопу на быстрый бег и хорошо развитые прыжки что для этого необходимо сделать с ногой если вы думаете что наши ноги хорошо для этого приспособлены то черт из два наши ноги крайне плохой инструмент для бега и прыжков первое правило которое по поводу изменения архетипа количество отделов не увеличивается никогда и собственно не уменьшается оно никогда другое дело что в некоторых случаях кости отдела могут становиться совсем короткими ну допустим если мы сократим пропорции немножечко то передняя конечность кита горбача будет выглядеть вот каким образом обратите внимание все отделы под отделы остались но изменяются пропорции очень короткое массивное плечо очень короткое предплечье тоже с массивными тестями кости запястья мощные кости пястья и теперь смотрим редкий случай но бывает полифаланге возможный случай увеличения количества фаланг в каждом луче типичный пример как раз цветообразный вот у них количество фаланг в пальцах может там достигать ну я не знаю полудюжины у тех же самых горбачей так ну как мы видим общий принцип остались ровно те же самые вот они отделы под отделы какие изменения еще бывают а у лягушки все вроде бы совершенно не как у людей в чем дело отдел в том что во первых лучевая и локтевая срослись в результате в передней лапке во втором отделе сколько срослись первые две а дальше а дальше исчез вот этот болезнь в результате на передней лапке сколько лучей осталось? четыре дело в том что никогда ни у одного позвоночного не бывает больше пяти лучей а вот сокращение лучей дело обычное и сегодня мы очень много будем провести случаи будет происходить сокращение лучей у привычных вам лягушек на передней лапе остается только четыре луча кстати а ну поднимайте руки кто понимает как по внешнему виду вот вы встретили лягушку как по внешнему виду понять кого вы встретили санца или санта? ну на них же не написано я не знаю я точно не знаю но я слышала что их по лапам выделяют по лапам совершенно верно ну у нас же занятие по поводу конечности значит очевидная речь о лапах пойдет ну так и скажите пожалуйста а размножение с биологической точки зрения важный процесс или нет? да более важный он просто на свете не существует если животинки не размножились все вид исчез то обеспечить успешное оплодотворение штука очень нужная а теперь скажите пожалуйста а лягушки шершавенькие или скользкие? скользкие скользкие и теперь представьте себе безумно сложную задачу мужичка удержать барышню во время оплодотворения она же соскальзывает поэтому видоизменяются передние лапы в чем дело? передняя лапа санца будет выглядеть вот так кстати на передних лапах перепонок нет между пальцами вот четыре луча вот это лапа барышня да? а у санца? у санца будет вот такое разрастание на большом пальце так называемая половая мозоль это как раз приспособление для того чтобы надежно фиксировать партнершу во время спорения так лягушка прыгает а вот теперь внимание попробуем разобраться в суставах итак на городе у нас какой сустав? коленный коленный согласен а теперь номер два номер три а что за суставы-то? вон архетип у нас, да? в чем дело? ну очевидно, вот здесь ты забедриваешься вот это ясно так? вот это вы верно назвали откаленность но тогда второй какой должен быть? голеностопный коленостопный вопрос, а третий что такое? у них дополнительный сустав вот вот именно так у бесхвостых амфибий в задних конечностях возникает дополнительный сустав вот в чем дело? а вот в чем смотрим, как меняется архетип ну, во-первых, большая и малая берцовая срастается вместо двух одной и одной дальше у вас должна пойти предплюсная и плюсная так вот, все косточки предплюсная объединяются вместе срастаясь срастаясь и образуют вот такой скелетный элемент а уж дальше все пять лучей причем на задних лапах раз это все пять пальцев и у наших лягушек пальцы соединены плавательной переполнкой в результате посмотрите, что оказалось а вот на дополнительную в результате за счет чего возник за счет обеднения вот этих косточков теперь совсем хитрый вопрос а то можно сказать предположить а зачем произошло такое изменение в строении задних конечностей именно у лягушек катапульта приспособление для метания снарядов катапульта слышали само название смотрите, что происходит таким образом увеличивается количество точнее число рычагов участвующих в броске тела вперед ускорение подверяет дело сколько раз складывался рычаг вот читаем наш с вами нога вот толчок пальцами не считается вы понимаете, что как следует оттолкнуться пальцами мы с вами не умеем слабовато подпрыгнуть толкаясь только пальцами встаньте на цыпочки из этого положения не сгибая коллег попробуйте подпрыгнуть вот в этом положении вы будете толкаться пальцами не вы слабенький толчок значит сколько у нас всего в суставах участвуют в толчке считаем два на самом деле три вот таз и вот это движение бедренной кости выводящее тело вот в эту сторону да тоже участвует кстати очень мощные у нас с вами мышцы совершают это действие а что в либушек а в либушек смотрите раз сустав два сустав три сустав четыре на один встав больше на один вставной рычаг больше и соответственно более эффективно работающий хорошо так это напоение прогулы с растоянием да